Если говорить об использовании двойников Путина, потому что эксперты также проводили анализ и говорили о том, что даже 9 мая на одном мероприятии выступал сам Путин, а на другом мероприятии, когда было шествие с ветеранами, они заметили, что совершенно другая была походка, совершенно по-другому он выглядел, по-другому ходил. Вот как вы думаете, и можно ли сейчас делать выводы и говорить, сколько у Путина может быть двойников? Ну, мне говорили об этом, о том, что такая возможность есть, и более того, я лично знаком с одним из депутатов, который якобы пересекался с одним из двойников Путина и на эту тему с ним общался. Я не знаю, насколько это может быть правдой, насколько человек, похожий на Путина, был ли он двойником или он просто прикидывался. Мы, к сожалению, с вами до конца истину не установим до конца, имею в виду до конца путинизма, потом это будет все понятно. Но я думаю, с учетом изобретательности ПСО и зная руководство, прошлое руководство ПСО и понимая их методы работы, я не исключаю наличие двойников. Я, правда, не очень верю, что они могут работать на публике, но они могут, допустим, быть в машинах, они могут быть на каких-то там мероприятиях, где-то издалека. Они, конечно, не могут его полностью копировать, это очень невозможно, и любые придворные это заметят. Те, которые хорошо его знают, манеру ходить, манеру двигаться, манеру говорить, жесты. Они, конечно, заметят подмену, но я не исключаю, что на каких-то малозначимых мероприятиях двойники могут быть, чтобы снизить риски, если вождь болен, чтобы, так сказать, не сильно нагружать его здоровье. Я не исключаю, что это есть. Я не исключаю, что это есть.